21 июля в Торецке отметили вторую годовщину освобождения от пророссийских боевиков. О том, что отмечают 21 июля, в Торецке знают не все. День освобождения. А от кого кого освободили? От немцев. А в каком году? Не помню, в 45-м. Какой у вас праздник сегодня в Торецке? Казанская Божья Мать. Мать, большой праздничек. С праздничком вас. И всех, всех, чтобы был мир на земле и покрывала нас Божья Мать. И хранила и деток, и внуков, и пранек, и российских, и украинских, и нас, украинцев. Всех людей. А вот про день освобождения Торецка вы что-то слышали? Нет, не освободили. Я политикой не влекаюсь. Потому что освободили, хоть вольно передвигаемся, хоть дышим свободно. Ну да, свободней, да. Вот ждем, когда освободят теперь горло. Ну вот так вот. Потому что это тоже наша земля, наши родители живут там. Как говорят чиновники, во время активных боев в городе были повреждены 800 домов. Пострадали школы и детские сады. Сейчас восстановили больше половины разрушений в частном секторе. А исполком пока стоит. Его ремонт стоит более 40 миллионов. Так говорит мэр. Громада, прежде всего люди, провели огромную работу, как энтузиасты. Только за счет спонсорских средств родителей, они были собраны свыше миллиона. Наряду с теми средствами, которые выделялись общественными фондами. Из городского бюджета мы восстановили практически все школы. День освобождения в городе начали отмечать с официальной части. Не секрет, что кто ставил, чтобы танки и ПТР украинской армии, выбежьте, не стали на кордоне и с российским агрессором. Мы это можем помнить. И мы с вами, тихо объединавшись, всеразным, гуртом, мэром, моему правительству, Украину и мистер Терес, наши классные мальчики. Грамотами и подарками чиновники наградили и военных, и гражданских. Среди них – кавалер ордена замужества, врач на пенсии Александр Мельник. В этот день, два года назад, под обстрелами, он спасал раненых. У нас с лесопосадки расстреляли с автоматического оружия, прямо в упор, в скорую помощь. Это было полдвенадцатого дня. Разбили машину, естественно. Из бригады пострадал один я. Девочку эту прикрыл собой, чтобы я говорю, девочки, ховайтесь, падайте на пол. Ну, мне попала пуля уже, вот. Тяжело был ранен. Местные активисты в официальном торжестве участия не принимали. Патриоты не забывают поведение мэра во время оккупации. Ну, что мы можем сказать о властях, которые не меняются и меняться не собираются. Они сейчас изображают из себя патриотов, делают вид, что они перекрасились. Ну, на этом все и заканчивается. Никакого сотрудничества с громадскими объединениями нет, с патриотами нет. Ну, и сегодняшний праздник – это показатель. То есть власть до сих пор пытается вилять и не хочет показывать публично себя общественности и громаде. Мэр не вышел на площадь, не высказал свою позицию, как он сделал это в 2014 году, на так называемом открытом заседании городского совета, после чего был объявлен референдум. Руководство статьей 19 закона Украины о статусе депутатов местных советов городской совет решил поддержать народную инициативу о проведении референдума на территории Донецкой области о будущем Донецкой республики. Кто за данный проект решения прошел проголосовать? Да! Все на все! Кто против? Кто против? Единогласно! Кто воздержался? Единогласно! Принято! Единогласно! А сам мэр свои действия во времена русской весны объясняет так. Противостоять этим людям, вооруженным, с автоматами, когда нет милиции, нет прокуратуры, нет суда, когда мы нам толкали эти стволы в грудь и требовали определенных действий со стороны местной власти, это наложило свой отпечаток, но мы были подъявлены требования и показывали то, что я якобы от своей имени агитировал людей на проведение референдума, все это ерунда. Было зачитано обращение представителей ДНР, вся эта активная масса вручила мне этот документ, вот, чтобы наш городской совет принял решение городского совета вот по всем этих пунктам. Вы говорите, зачитайте, пожалуйста, и мы от вас требуем. Я их зачитал, но решение такого не принималось. Мы его даже и не обсуждали. И с моей стороны я тоже не принимал никаких действий на каких-то распоряжениях, тем более решения. Почему? Потому что они противоречили Конституции. И я как юрист, я знаю, что это такое. День освобождения в Торецке отметили концертом и другими мероприятиями. А активисты запланировали на субботу концерт и автопробег. Сергей Горботенко, Торецк, Общественная ТВ Донбасса. Субтитры создавал DimaTorzok